Всем доброго времени суток, этот выпуск вышел в свет благодаря покупкам и продажам компьютерного железа и компьютера в целом. То есть рубрика квест сборка с моего канала этому и посвящена, а вот что я купил на эти деньги смотрите дальше. Ссылки на все товары обозреваемые мной в этом выпуске найдете в описании. Всем приятного просмотра. Хочу начать с самой интересной на мой взгляд вещи, механическая клавиатура от китайского бренда Хавит, модель HV-KB432L. Имеет 104 полноценных клавиш, не считая мультимедиа, то есть она стандартная, именно такую я и хотел, еще и с подставкой для рук. Весит она около 1 кг, выполнена из алюминия и качественного пластика, куда же без подсветки она тут RGB. Имеет целую кучу разных режимов, также скорость этих режимов, яркость этих режимов и смену цветов этих режимов. Пять программируемых кнопок для разного рода задачи игр, кнопки с F1 по F12, мультимедиа и свечи в моем случае синие. До этого момента у меня не было механической клавиатуры и поэтому не могу сказать чем она отличается от той или иной. Ну вот она мне очень сильно понравилась, привыкнуть к ней хватило пару часов, теперь уже простая мембранная, кажется не столь интересная какая бы она ни была. Есть стойки, чтобы приподнять ее для удобства и там только один режим, то есть или она лежит или она стоит, на что-то среднее нельзя поставить. Отклик у нее отличный, по крайней мере она быстрее в разы обычной мембраны и при этом не нужно давить на клавиши до упора. Уже есть полюбившиеся режимы подсветки, также плеером управляя непосредственно с нее, то есть стоп, пауза и так далее. В общем и в целом я очень доволен покупкой и потраченные деньги на мой взгляд очень даже оправданы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Успели заметить и он также от китайской фирмы WOKOKAL размерами 90 сантиметров на 40 сантиметров. Брал специально самый большой, чтобы и клавиатура и мышь были на нем, а не за его пределами в жарких баталиях в CSGO, например. Не всегда, к примеру, клавиатура стоит на коврике симметричной и все равно помещается на нем. Это не дает скользить ей, хотя с моей клавиатурой и с ее весом это не грозит. Подсветку можно выключить и переключать в разные режимы, как статичными цветами, так и динамичными. В отличие от клавиатуры цветов тут не так много, как и режимов, и качество подсветки не реализовано так качественно, как на той же клавиатуре. Но также нельзя сказать, что тут все ужасно, так как качество материала хорошее, сама кольцевая подсветка тоже хороша. Мне понравилось то, что если хорошо посмотреть, можно увидеть расположение светодиодов, и то вблизи. Не критично и привыкаешь со временем, что уже перестаю замечать это, а подключается коврик по USB шнуру на одном конце и microUSB в начале. В общем, она прекрасная замена моему бывшему коврику, который распаковала от фирмы Recon и который переехал мне на работу. Вместе с ковриком переехала и мышь от фирмы Oakley 815J, на которой также есть обзор у меня на канале. Кому интересно, посмотрите. КОНЕЦ КОНЕЦ А купил я мышь от фирмы Afutech X7 710 BK. Думаю, каждый знает X7 и она не нуждается в особом представлении. Мышь, естественно, понравилась сразу, тут вообще без вопросов, но есть то, что не понравилось тоже. К примеру, кнопки сбоку, которые без ПО вообще ничего не делают, а было бы отлично, если бы они по умолчанию переходили бы назад и вперед. Но нет, и этот параметр надо задавать, и причем невозможно задать переднюю на вперед и заднюю на назад, почему? Но вот то, что ею можно буквально на миллиметр двигать и при этом не будет никаких цепляний, это, конечно, отлично. Очень удобно при монтаже или обработке фото, например, точно отмерять или двигать ползунок и при этом не напрягать все тело. А я перехожу к следующей интересной вещи, по правде говоря, я даже не знаю, как ее называть, кстати, пишите в комментариях. В общем, она картрейдер и держатель провода мыши, как-то так, довольно увесистая, с подсветкой. И подписана Mouse Clamp with USB Combo. С этой штукой провод никуда не зацепится при работе или в игре, так как он держится на резиновой стойке. Выполнена из стали и пластика, но прорезинена для создания трения, также в ней есть 3 USB порта 3.0 и порт под microSD. А еще есть вход под microUSB, я так понимаю, это дополнительное питание, если устройство или устройства не могут определяться по ней. Вот, к примеру, к ней подключен мой коврик и если я подключу свой карманный жесткий диск, слышно, что он не может запуститься, кажется, из-за питания. Скорость копирования через microSD и USB хорошая, там действительно USB 3.0+, и сама вещь интересная и функциональная. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и наконец, мои наушники, на которые у меня был обзор на канале. Такие же я разыгрывал у себя, в принципе, тогда-то они мне и понравились. Caution EACH G2000. Есть также версии G1000 и G3000, но эти мне понравились больше. Они не для прослушивания музыки, а скорее для просмотра фильмов и для игр. К примеру, в играх я точно знаю, откуда именно идет звук, а в фильмах есть стерео, что опять-таки делает просмотр более интересным. А вот не для музыки, потому что громкость у них невысокая, нельзя, конечно, сказать, что и низкая, и все же. Есть на проводе маленький пульт, где можно регулировать громкость и включать или отключать микрофон. USB провод только для подсветки. Также есть два выхода, Jack 3.5 для микрофона и наушников, что для меня лично очень удобно. Сами же наушники сделаны довольно качественно, и они весистые за счет своих динамиков, скорее всего, так как они у них реально хорошие. Качественные микрофона тоже отличные, так как я часто играю в CSGO, и никто не жалуется на фоновые шумы или тихий сбор. В общем, хорошие наушники за невысокую цену. Альтернативу я даже не знаю, так как эти во всем меня устраивают. Это были все мои игровые девайсы. Я ими пользуюсь уже несколько месяцев, не считая наушников. Они у меня год, наверное. И смело могу все это вам рекомендовать, и поэтому ссылки, как уже говорил в начале, есть в описании. И по традиции призываю поставить лайк, если вам понравилось, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мой новый выпуск. А на этом мой этот выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи, хорошего настроения. Субтитры подогнал «Симон»!